Знаете, очень хорошее настроение и хочется сегодня поделиться немножко тем, насколько важно работать в команде, насколько интересно работать в разнонациональной команде. В том плане, что мы действительно на столько разных странах и по климату, и по времени, и по своим внутренним ощущениям, по своим эмоциям. Мы настолько разные, но нас всех объединяет наш суперский проект, проект Skyway, и это очень радует. И знаете, я очень сильно оценила за эту последнюю поездку, еще раз пересмотрела важность командной работы, важность тех людей, кто берет на себя ответственность, кто просто на пустом месте стоят и говорят, Skyway это мое, я в нем, и я буду двигаться дальше только с этим проектом. И я пойду дальше и буду за собой вести людей. Большинство наших партнеров активных именно такие люди. Но последняя поездка еще раз об этом напомнила, и я хотела чуть-чуть поделиться, совсем чуть-чуть, потому что разговор идет о моей последней поездке в Грузию. И это очень интересная страна именно в таком плане, что она узнала про Skyway. Skyway в эту страну пришел примерно только три месяца тому назад. Вы можете это представить? Только три месяца тому назад. Кажется, что мы уже тут и три года, и больше вместе с Skyway, да, и даже у тех, у кого опыт два года, и год, кажется, что достаточно длительные периоды, и вся жизнь уже как-то по-другому идет, потому что она идет в ритме именно проекта Skyway. И Грузия та страна, которая как-то осталась в стороне до сих пор. И это тоже как напоминание всем, что посмотрите направо, налево, сверху и снизу в карте, где вы находитесь, кто с вами рядом. И вы представляете, есть очень много еще регионов и таких мест, где люди об этом не знают. И знаете, они реально проявляют, грустят именно, грустят в том, что так поздно они узнали про это. И я их могу понять, я думаю, что вы тоже, потому что мы каждый радуемся именно тем длительным, какой у каждого получился, но именно вот той длиной, тем временем, сколько мы в проекте. Потому что чем мы более длинное время находимся в проекте, тем реальнее нам достигнуть свои цели и реализовать какие-то личные планы. И вот хочется еще раз сказать о том, что насколько важна работа в команде и не держать информацию при себе и делиться в ней и найти тех людей, которые просто внуждаются в этой информации. Первое, что хочется сказать, удивительно, когда люди имеют такой короткий период и опыт в компании, насколько серьезно могут подготовить работу. То есть у нас впереди картинка из одной из конференций в Тбилиси. У нас было две конференции в двух разных городах. Это было по плану, реально мы сделали намного-намного больше. И в первых рядах сидят люди, которые принимали самое активное участие в том, чтобы мероприятие состоялось. И с правой стороны прекрасную даму, видите. И здесь вот тот фактор, когда информация где-то перелетает через границы, несмотря какое расстояние, но достигает тех людей, которые слышат, понимают, открываются на информацию. И процесс пошел дальше. То есть, как мы смеялись, солнечный Сибирь принес информацию о Скайвее в Грузию. И вот в результате такой активной дружбы, активного партнерского сотрудничества и поддержки, люди за очень короткое время сформировали очень серьезные и сильные мероприятия. А может быть, по фотографии не совсем четко видно, но реально в зале было больше 80 людей. Это очень серьезная работа для совершенно молодого, только что проснувшегося региона. И еще хочу отметить то, что вся организация проведена на очень хорошем деловом уровне. Этим фотографиям хочу поделиться, что в каждом новом регионе вот все зависит от людей, которые берут на себя ответственность. Я и здесь на нашей встрече вижу многих. Всех сейчас не назову по именам, для того, чтобы кого-то не обидеть, если не всех успею назвать. Но благодарность вам тем, кто присутствует здесь и кто тоже выбрали эту позицию. Не только быть участником, не только быть инвестором, не только сидеть в стороне и присматриваться, как проект развивается. Но сперва уже стать партнером, а во-вторых, не просто партнером, а партнером, который берет серьезную ответственность на себя и начинает развивать прекрасное движение в народ. Дальше, дальше и дальше. И этим фотографиям просто хотелось сперва подчеркнуть людей, которые открыли этот регион. Это Мзия и Давид. И еще сказать, что за это короткое время они успели все-таки достигнуть уже первые серьезные шаги в маркетинг-плане. То есть определенные статусы достигли. И, естественно, мы их поздравили, приняли в семью компанию Skyway Capital и дали возможность высказаться. Высказаться, вы увидите в фоне, у нас прекрасная картинка, шанс, который бывает только один раз в жизни. И всегда при такой мотивации люди все-таки делятся, почему они в проекте и что для них значит проект. И какое будущее они видят. И это как-то мотивирует всех остальных. То есть еще раз большое спасибо людям, которые, начиная первые шаги, действуют настолько серьезно, сильно и даже хочется сказать профессионально. Ну, не зря я показываю такую фотографию. Конечно, не бывает только труд и работа, бывают и минуты отдыха. Но здесь они, в чем интересны эти минуты на этой фотографии? Мы успели открыть рабочий центр, небольшой офис для этой молодой команды. То есть у них такой выбор. Они первые месяцы попробовали как-то активизировать свою деятельность и приняли решение открыть рабочее место. С чем я тоже их поздравляю, потому что это чисто ответственность этих людей. Они знают, как организовать свой бизнес, как нести за это ответственность, как устроить все условия, порядок. И вот у нас после рабочих серьезных конференций в следующие дни были и открытие офиса, и небольшое празднование. И это все только сближает людей и усиливает их мотивацию. Вот и вторая конференция. Успели сделать все хорошие дела и поехать дальше. Расстояние достаточно большое, больше чем 5 часов. Мы направлялись из Тбилиси в Батуми. И в Батуми нас тоже где-то 50 человек ожидали. Также в очень организованных помещениях с очень красивым оформлением, с правильно оформленной регистрацией. Уже выстроена работа команды. И есть люди, которые делают дополнительную ту работу, которую иногда не видно, для того, чтобы создавать эти мероприятия. И народ приходит. И наверняка очень важно, где и как мы это делаем. И как мы показываем, на каком уровне свой проект и свое будущее. И будущее этих городов, и этих людей, и я бы даже сказала, этих стран. Кроме таких серьезных конференций, у нас просто возникла необходимость делать обучение. Мы их делали в обеих городах и в разных составах. То есть не хочу всю нашу встречу говорить об этой поездке, поэтому только несколько фотографий. Ну, для того, чтобы у вас возникло желание кому-то из вас взять в своих руках тоже такие процессы. Кому-то просто подняться и двигаться, и ехать на такие мероприятия. Потому что вы понимаете, что очень много чего из них можно получить. И просто как очень хороший пример работы региональных кураторов, лидеров, организаторов. Также сразу молодая сплоченная команда. Приходят люди с опытом, приходят абсолютно новые люди. Еще нужно заметить момент, что не все могли общаться на одном языке. Так что мы работали с переводчиками и между собой, то есть друг другу помогали с переводом. И ничего нам не мешало очень активно работать в принципе в целом, можно сказать, пять дней. Если честно, эту фотографию поставила для того, чтобы посмотрели, в каких красивых местах мы организовали свои мероприятия. Знаете, это немаловажно, потому что мы регулярно каждый месяц получаем отчеты, где, как, кто организует свои мероприятия, рабочие встречи. Иногда то, что мы выйдем по снимкам, немножко удивляет. Поэтому думаем о качестве нашего бизнеса, о статусе нашего бизнеса. Думаем о том, где и как мы это делаем. Определяем, озвучиваем какие-то правила. И обязательно обращаем внимание на общее оформление и на соответствие тому, к чему мы стремимся и о чем мы разговариваем. То есть у нас элитарный бизнес, у нас элитарный проект. И мне бы хотелось, чтобы везде мы думали о том, как идти вот по этому элитарному пути. Делать все красиво. Ну, таких мероприятий у нас очень много. Ближайшее, что удивляет и радует нас именно в Балтике, это выставка в Риге, в Латвии. Тоже хочется вас всех пригласить, кому это удобно и интересно. Кто не приедет, обязательно посмотрите результаты. Для нас это мероприятие очень важное. И в этот момент что важно? Важны два фактора. Первое. Это, конечно, уникальная возможность выйти на более широкое признание. На ту аудиторию, которая до сих пор о нас не слышала, не видела. Или где-то одним ухом слышала, но не смогла оценить, не смогла поверить. Не хватало времени для того, чтобы изучить информацию глубже или даже куда-то съездить. И вот такие мероприятия очень сильный толчок может дать в развитии всего проекта и также, конечно, местных команд. Ну и кроме местных команд, все гости, которые приезжают, я думаю, что увозят домой дополнительный инструмент. Все-таки каждая выставка – это инструмент. Конечно, мы все можем пользоваться теми огромнейшими выставками, которых участвует компания. Мы знаем это и Белоруссия, и Москва, Индонезия, Индия и так далее. Это, конечно, огромнейшие выставки по сравнению с маленькой рижской выставкой. Но по сути это совершенно не маленькая. Это очень серьезный шаг. И можно сказать, что мы этот момент ждали наверняка с 2014 года. Когда мы сможем вот настолько открыто, уверенно выйти и о себе заявить. Всей стране и не только нашей, всем соседним странам и всем иностранным гостям, которые будут участвовать. Поэтому это очень серьезное мероприятие. И второй фактор, который очень сильно влияет на все события в этот период – это опять работа команды. Я очень благодарна всей команде, которая подключается. Я действительно имею уникальный коллектив. За эти пару лет у нас сформировалась прекрасная команда, так называемый лидерский состав или просто активных людей, которые свою жизнь бесскорее не представляют. То есть мы полностью погружены в этот проект. И это отражается на тех действиях, на том отношении, которое проявляется со стороны этих людей. То есть сперва с моей стороны большая благодарность, с другой стороны просто пример вам. Я надеюсь, что вы тоже в своих странах имеете команды, поддержку и все эти возможности также развиваться. Если где-то чего-то не хватает, смотрите у соседей, едите к партнерам, ищите друзей в других странах, в других командах. Берите опыт, пример и действуйте. Используйте эту силу. Силу команды, силу действия в одном шагу, с одним видением, для одной цели. И это очень сильно помогает и стремительно ведет нас всех вперед. Поэтому для нас это мероприятие очень важное. Эти дни для нас очень загружены. Идет, конечно, очень много дополнительных работ для того, чтобы участвовать. Притом выставка не один-два дня. Осмотрите с четверга по воскресенье. Это достаточно длительный период. И действительно на это нужно очень серьезно готовиться. Ну и наш самый главный козер в этой ситуации, что мы успели получить макет, который будет все эти дни радовать сперва нас самих, всю нашу команду. И, естественно, удивлять наших гостей. И я думаю, что совсем скоро мы про это будем и читать, и слушать, и смотреть. Как говорится, и в газетах, и в телевидении, и в радио. И, конечно, это очень сильный толчок в развитии проекта в наших странах. Поэтому я вас только приглашаю участвовать в таких мероприятиях и организовать свое участие там, где вы находите эту возможность. Идем дальше. Сегодня у нас некоторые очень серьезные такие темы. И одна из них, которая возникла и многих волнует в том плане, что просто не все вы читаете, все замечаете, что у нас в кабинете. И часто мы, как говорится, плаваем в информации из-за того, что мы просто не выучили тот материал, который нам всем доступен. И важный момент. Какие возможности у наших инвесторов? Мы давным-давно уже стараемся пояснить, что наш инвестор всегда при инвестировании имеет два выбора. У него две возможности. И иногда люди смущаются, теряются и не понимают, в какой момент, какую из возможностей использовать. И где это найти, и где это выучить. Мы знаем, что в основном мы приглашаем людей инвестировать в наш проект, то есть поддержать проект и этим залог получить определенный пакет акций до момента, пока наш проект начнет реализоваться и работать уже с отдачей и прибылью. Но кроме залога у наших клиентов всегда есть выбор. И второй выбор – это возможность инвестировать на определенный срок времени и получить плюс-минус запланированный, уже прогнозируемый какой-то прибыль за то, что на какое-то время была дана возможность компании пользоваться этими средствами. То есть наш инвестор всегда имеет две возможности. Где они прячутся, как их найти и как с ними ознакомиться. Я вам показываю два примера оформлений соглашений между инвестором и компанией. И когда это происходит? Когда человек выбирает свой инвестиционный портфель. И как мы знаем, у нас два портфеля, два вида портфелей. То есть отличается по методу инвестирования. Или одноразовая инвестиция, или инвестиция по графику выплат. Вот. Каждая из этих ситуаций по-разному оформляется документом. Но первое. Когда у нас выбранный портфель, я вам показываю разные портфели с разными датами. И это говорит о том, что мы будем говорить об первой. Первый пакет верхний – это рассрочка. То есть выплата по графику. Второй пример – это приобретение пакета одноразовая инвестиция. Разница где для клиента. В основном, что если инвестор выбирает одноразовую инвестицию, он инвестирует и сразу начинается оформление документов. И он должен сделать свой выбор. Если у него есть графиковый выплат, у него есть чуть-чуть времени определиться и принять свое решение. Самое главное, когда мы выбрали портфель, под ним стоят три позиции. Подписать, отложить, что это. Ну и здесь хочется сказать, что очень много наших партнеров и инвесторов не знает, что прячется под этими клавишами. Поэтому давайте посмотрим, что это. Если инвестор кликает и открывает пояснение, что это, ему дается полное пояснение. У него есть несколько опций и здесь именно об этом и говорится. Смотрите, пункт 3 и пункт 4. То есть вы можете реализовать ваши требования в течение трех лет. Это о том, когда клиент выбирает только временную инвестицию. И через это время желает вернуть свои инвестиционные средства на определенные условия. А в последнем предложении вы станете полноценным совладельцем бизнеса. Это тот вариант, когда наш инвестор выбирает залог и ждет определенное время, когда этот залог становится стопроцентным владельцем этой части компании и части общего бизнеса. То есть ознакомившись с этой информацией, клиент возвращается к выбору и может принимать дальнейшие шаги. Или подписать договор на конвертируемые акции или отложить. Если он рассматривает, что происходит по ситуации, отложить. То есть принимается инвестиция, оформляется на те условия, которые клиент выбрал. Так, постараюсь увеличить картинку. Маленькое отображение. Он становится мутным. Неважно. Это снимок с вашего кабинета. И смотрите, в мои сертификаты каждый инвестор может зайти в свои сертификаты и увидеть, что происходит, если он откладывает принятие решений или принятие именно решений на конвертирование акций своей инвестиции, то он получает такие отметки и у него есть время. У него есть время принимать решения. То есть в этой стадии клиент не решился взять залог. В этой стадии он планирует временную инвестицию и планирует возврат средств по истечению оговоренного срока. В любой момент он может свое мнение поменять. Но если он остается при выборе только на время инвестировать, то видите пояснение. Небольшой отрывок от документов, которые подписывает клиент с компанией. Прибыль – доход, выплачиваемый инвестору единовременно на дату получения компании прибыли. Но не позднее, чем 3-3 лет с даты заключения настоящего договора. И часто люди задают вопрос, на какой процент инвестор инвестирует эти средства на этот период 3-3 года. Вот в документе это все пояснено. То есть я хочу сделать акцент, что обе варианта, обе предложения высказаны в одном общем документе. То есть условия оговорены, описаны в соглашении. И к соглашению у нас имеется приложение. Если вы откроете документ, вы все эти условия найдете. То есть важно знать, где это найти, перед тем, как делать выбор. Можно вернуться и действительно остаться на позиции «Отложить». Отложить замену своих средств на пакет акций. А можно подписать соглашение и принимать решение. Если мы подписываем соглашение, то документы оформляются по-другому. То есть уже не на ожидании, а уже оформляются. Видите, у вас появляется запись в кабинете о том, что ваши документы оформлены. И начинается следующий процесс. То есть вы в тот момент, если вы были в позиции ожидания, в любой момент вы можете сделать свой выбор. И тогда вы получаете, открываете этот документ, который называется «Требования». Я вам сделала пример, то есть прикрыла данные клиента и просто открываю момент, который говорит очень важной информацией. То есть это требование, видите, совсем недавний документ в соответствии с пунктом 3.5. То есть много пунктов в этом соглашении документе. Я реально рекомендую все это прочитать. Он одновременно на двух языках, но имеется у нас и переводы. Кому нужно это на другом языке. И о чем этот документ говорит? В соглашении о предоставлении прав требований акции от 15 октября, заключенных между мной, то есть наверху клиент и Global Transport Investment в лице агента FairSkyWay Invest Group. И о чем это соглашение? Читаем дальше. Это говорится о том, что требованием реализую свое право на получение в соответствии с акцией класса А. В соответствии с акцией класса А, Евразиан Рейлс Кавер Систем Холдинг. Данная ситуация 2. То есть обеспечительных акций. Видите, в документе все написано. Рекомендую вам найти каждому лично в своем кабинете эти возможности. Открыть этот документ. В принципе, у тех, у которых уже есть свои пакеты, у вас этот документ давным-давно уже, может быть, несколько экземпляров. Но вы просто не обращали на это внимания. И иногда не умеем пояснить эти возможности клиенту. Если мы вышли на это требование и решили выйти на свой пакет, был такой термин, как обеспечительные акции. Вот и читаем дальше. Что это такое? Означают акции класса А, Евразиан Рейл Скайвай Систем. До этого тоже было это оговорено. Номинальная стоимостью 1 доллар. Каждая. Описание акции класса А находится в уставе Евразиан Рейл Скайвай Систем. Эти документы доступны. И если вы хотите что-то больше узнать про эту компанию, то еще даны данные. И так же видите, что дается информация о ведении реестров. Это тоже один из вопросов, который часто задается. Где посмотреть, где об этом сказано и как это узнать. Поэтому очень рекомендую открыть документ и найти эти важные места. Даже если вам приходится работать с командой, рекомендую делать распечатку, подчеркнуть цветным фломастером и действительно обратить на это внимание, если это важно. Походу отвечая на вопрос, да, запись ведется. Сможете пересмотреть эту информацию. Возвращаемся еще раз к нашему выбору. У нас есть выбор подписать, отложить. Что это? Я предлагаю рассматривать с другого конца. Сперва ознакомливаемся. Что это? Куда я попал? Что мне предлагается? Какой у меня выбор? Открыли, ознакомились. Можем еще подумать. Тогда мы выбираем кнопку отложить и получаем определенные записи в своем кабинете. И может быть хочется дополнительно изучить документы. То есть до подписывания соглашений между инвестором и компанией, естественно, у каждого есть возможность с этими документами ознакомиться. Поэтому я вам рядышком показываю. Выйдите на настройки, найдите раздел документы. И можно этот документ полностью рассмотреть и найти свои выгоды. Кому-то хочется инвестировать на три года с определенным, примерно определенным процентом дохода. Кому-то все-таки хочется сделать выбор и заменить свою инвестицию на залог пакета акций. Вроде все легко и просто, но когда мы быстро это все делаем, многие вещи пропускаем. Поэтому только при ситуации подписать мы уже приняли свое окончательное решение. И еще раз напоминаю, когда клиент выбирает одноразовую инвестицию, то он должен это решение принимать в тот момент. То есть инвестирует и сразу начинается оформление документов, и он принимает решение. Что делать? Если вы выбрали пакет рассрочки, то в принципе окончательное решение при последней инвестиции. Все время, пока клиент инвестирует, он постоянно может делать выбор. Но даже если вы при последней инвестиции еще не готовы делать самый решительный шаг, то вы можете выбрать эту позицию «Отложить» и на какое-то время, вернемся на слайд, который это показывает. На какое-то время вы выбираете первую позицию в этом снимке. Уточнение данных. Принят. Для компании принято ваше решение, и вы уточняете еще данные. Подписать требования. То есть еще не ушли ваши документы на оформление. Вы остались еще в позиции ожидания или принятии решения. Какое-то время так и ваш пакет может храниться. Но рекомендуется, конечно, в какой-то момент принять решение и выйти уже на позицию оформления. Самое главное, мне кажется, чтобы мы знали, где это найти, и пояснить людям, что у них есть выбор. Если тут есть вопросы, им задаете. А так идем дальше. Дело в выбор, конечно, у нас следующий самый актуальный вопрос. Как проинвестировать? Как физически сделать передачу своих средств в компании? И хочется в этот момент вот показывать вам эту страницу, которая говорит о том, компании предлагают не один метод инвестирования или инструменты для передачи средств. Это целый список разных партнеров. Открывайте их, рассматривайте. И, знаете, очень рекомендую, пользуйтесь разными методами. Иногда вы думаете, что самая быстрая и легкая, скажем, оплата картой, но реально получается не так. И о чем еще говорит кабинет? У нас очень много разных платежных систем. Они группируются в разных направлениях. И кроме очень легких и быстрых методов, да, как взял карточку с кармана или сумочки и провел платеж, нам предлагаются другие партнеры, которые участвуют в системе платежных процессоров и также банковские переводы. Когда что-то не происходит, я говорю, изучайте классический перевод денег. Это банковский перевод. Я хочу вам показать, что каждая система платежа дает и рекомендации, и описания о том, как эта система работает. Мне кажется, что многие не замечают эту возможность и не открывают эту пояснительную информацию и не делают выбор, что в данный момент мне удобнее. Вы даже не знаете разницу между этими системами. Поэтому смотрите, у нас, ну, здесь на картинке не все карты открыты, да, но есть мастер-карт, виза-карт, эксмо-система. И открывая эти информационные подсказки, вы видите лимиты, вы видите расходы на эту операцию, вы видите срок времени, который вам приходится ждать. И также те страны, кому это предназначено или которые не могут пользоваться именно этой конкретной системой. Это нужно знать. И часто, не открывая это пояснение, люди ошибаются и, скажем, с другой стороны, которой эта карта запрещена, пытаются сделать прокладку. Открываем информационное пояснение, используем эту информацию, облегчаем всю эту процедуру и делаем платежи быстрее и легче. Смотрите, иногда кажется, что оплата картой самая быстрая и удобная. Если открыть и посмотреть стоимость этой процедуры, то хочется сказать, что это не всегда бывает самое удобное. Поэтому многим это важно, видеть, сколько уходит дополнительных затрат на использование карты. Поэтому можно выбрать другие методы, которые в первый момент кому-то не нравятся, потому что требуют вроде бы чуть-чуть больше времени. Если подключаться к процессорам, то это требует дополнительную регистрацию, дополнительную подачу документов, также верификацию, но это же естественно, мы же проводим денежные операции, при том на такой серьезный процесс, и еще в итоге хотим становиться акционером. То есть, естественно, надо показывать свою личность и пройти всю эту процедуру. Если смотреть предложения процессоров, то отсутствуют лимиты, иногда отсутствуют дополнительные оплаты, но, может быть, плюсом является то, что происходит почти мгновенно оплата. Если смотрим банковские переводы, то есть SWIFT перевод, на что я очень обращаю внимание, коллеги, попробуйте этот метод, потому что это только миф о том, что карточкой все легче и проще. Часто с карточками случаются те ситуации, когда вы не поймете, эта карточка работает, эту страну принимает, клиент не рассчитывал на то, что он перевесил свой лимит, или он не рассчитывал на то, что еще будет оплата за услугу, обслуживание его карточкой, и не хватает средств, и процесс останавливается. Выбирает другие системы. Да, может быть, здесь нужно, если смотреть банковский перевод, вам нужно подождать от 1 до 5 рабочих дней, пока средства появляются уже в вашем кабинете. Зато у нас другие лимиты, другие возможности, меньше процентов обслуживания. Я бы рекомендовал использовать по максимуму все предложенные системы и не остановиться на одной. Это улучшит тот сервис, который вы можете предложить клиенту. Поэтому еще раз напоминаю, открываем страницу и изучаем, сколько разных методов доступно и что в данный момент подходит больше всего вам. Но не останавливаемся на одном варианте. Дальше. Следующая наша тема о новостях в кабинете. Я очень рада вам показывать именно эту новость. Надеюсь, что вы ее заметили, потому что она не сегодня появилась, но мы с вами не встречались в этот период пока. Мы выставили так называемые новые карточки наших программ, предложений. И если вернуться к нашим основным инструментам, нашим рабочим программам в рассрочке, то у нас есть новое оформление, которое поясняет и делает акцент на те плюсы, которые предлагают именно эти пакеты. Давайте, если рассматривать маркетинг, то вернемся к двумя дополнительными возможностям. Каждая карточка, каждая программа показывает два разных дисконта в этих программах. И когда мы немножко этому обращаем внимание и вникаем, то мы понимаем, что с меньшим дисконтом, конечно, не очень-то хочется приобретать пакет, если можно сделать более выгодный выбор. Поэтому цифры перед глазами, чтобы каждый раз, когда вы кому-то рекомендуете или сами выбираете этот пакет, чтобы вы сумели показать разницу. Можно взять стандартный пакет, то есть первая цифра дисконта с меньшим дисконтом. Давайте на круглых цифрах смотреть пример. Если мы выбираем пакет стабильный, можно получить дисконт 85, можно получить дисконт 95. Сама программа сразу нам предлагает выберите пакет на 95 тысяч акций. О чем это говорит? Это уже лучший дисконт в этой программе. Но для того, чтобы получить лучший дисконт, стоит выполнить два условия. И эти оба условия здесь в одной программе уже оформлены. Вам приходится делать только выбор. Посмотрим пример. Я выбрала программу стабильный. То есть, если смотреть слева сеньор, это то предложение, как оно отображается в кабинете. Перед тем, как пакет оформить, вам нужно сделать выбор. И для получения лучшего дисконта нужно выполнять условия. Первое, которое опять кажется самым легким условием, если у нас деньги в кармане, просто сделать двойной платеж. Я отметила этот выбор. Вы выбрали программу стабильный. Это 100-долларовая инвестиция ежемесячно. и выбирая двойной платеж, то есть 200 долларов в первые сутки оплаты, клиент получает высший дисконт, то есть все 95 тысяч акций. Действительно нужно работать именно и ставить акцент на эти предложения. Можно получить лучшие условия за двойной платеж. Не всегда это самый правильный выбор, не всем он доступен. И в принципе, я говорю, это выгода против себя. Вы вроде выбрали выгодное предложение, но в то же время вы это оплатили со своего кармана. Можно действовать более грамотно и на более длительный срок. О чем это? Это о том, что если мы выбираем программу бизнес, то здесь в любой программе вы это можете выбрать. Я просто на разных программах показала вам разное оформление, что до того, как вы отметите какое-то из условий, вы вообще не можете эту программу выбрать. Поэтому вам придется выбирать или двойную оплату, или приглашение двух новых инвесторов. Я хотела бы сделать акцент на это предложение. Выбираем программу себе хорошую и выбираем условия два новых инвестора. Давайте в команде поработать именно с этим условием. То есть работаем в тандемах. У вас всегда есть наставник, у вас всегда есть более зрелый партнер в команде. Работайте совместно с тандемом, работайте на реализацию этих условий. Выбирая пакет, выбираем, приглашаем двух новых инвесторов. и получаем в результате получаем высший, лучший дисконт в этой программе. Если мы рассматриваем по этому примеру программу бизнес, это 105. Дисконт 105 очень приличный дисконт десятого этапа. Согласитесь, да? И при том десятый этап это время, когда действительно работать с этим программой. Теперь другой акцент. Я надеюсь, что вы поняли, как оформляются эти программы. выбор очень легкий. Человек не заблуждается, не делает ошибки, выбирая ни ту картинку, ни там, отмечая. То есть новое представление программ дает быстрое понятие, какой у меня выбор. И немножко концентрируясь на это, выбор клиент делает. Если вы хороший наставник, работаете на развитие своей группы, первый акцент на привлечении двух новых инвесторов. То есть вы сделали правильный шаг на более длительный период. Потому что два инвестора вам, во-первых, даст высший дисконт в этой программе, то есть вы довольны. Во-вторых, это два новых инвестора, то есть у вас расширяется команда. В-третьих, эти инвесторы дали вам дополнительную возможность получить свой бонус. А в-четвертых, они обычно, так же, как вы, выбирайте программу, которая продолжается по графику выплат. То есть у нас постоянные партнерские отношения на достаточно длительный срок, 8-10 месяцев. Так, как программа. То есть все довольны, все счастливы, за это время идет следующее развитие этих людей, в целом команды, в целом бизнеса, в целом проекта. То есть все довольны. Мы все взяли по максимуму, выполняя это условие. Не забывайте про него. Пользуйтесь этим. Иногда бывает по-другому. Ну, и еще один акцент в десятом этапе о том, что в рассрочках у нас есть и совершенно другие предложения, и не всегда на них обращается достаточно серьезное внимание. и я сегодня хочу выделить одну программу, начиная с 500 долларов рассрочку в месяц на 10 месяцев. Знаете, для десятого этапа это должна стать одной из самых рабочих программ, если мы работаем в пространстве среднего инвестора. то есть мы не начинаем и не возвращаемся к тому времени, когда начинали с минимальных пакетов и не всем удается выйти на тот уровень инвестора, который готов уже инвестировать по вип-пакетам. Поэтому рассрочки у нас как более так и есть самый основной рабочий момент и инструмент, но в этот этап одна из основных рабочих программ должна стать именно эта программа. Рассрочка 500 долларов на 10 месяцев. Представляем ситуацию, что клиент приходит сегодня в бизнес, в проект, в компанию и у него есть и должны быть такие, вы должны показать человеку те же самые цели, которым двигайтесь вы сами. И посмотрите на объем пакета. это очень приличный пакет для стартующего нового партнера. Чуть-чуть больше полмиллиона акций. То есть учитывая, что времени не так много для выбора новых и новых и новых пакетов, хочется, чтобы выбор был правильным. Для того, чтобы потом вам новый партнер не сказал, почему-то не подсказал, как мне теперь успеть уже 12-й этап, уже 14-й этап, то есть мы бежим по этапам, а не успеваем добежать до той цели, которую мы планируем в своем личном пакете. Поэтому изначально ставить цель, начинать с пакетом, перевышающим полмиллиона акций, я думаю, это хороший старт, хорошая цель, хороший план, правильное развитие, и клиент будет доволен, и если клиент будет доволен, все остальные тоже будут доволены, и команда, и проект, и так далее. Поэтому я очень рекомендую ознакомиться с этим пакетом и его вставить в свою рабочую папку, потому что наши клиенты выбирают то, что мы им предлагаем, то, что мы любим. Полюбите этот пакет, и все клиенты придут у вас как минимум на этот пакет. Это говорит о чем? Я не зря сегодня упомянула и 12, и 14 этап. Это говорит о том, что мы развиваемся и хочется сегодня напомнить. Десятый этап начался совсем недавно. Успели, не успели мы с ним уже подружиться и полностью его понять, где, что, какие акценты ставить, но он не вечный, и мы все знаем, что не за горами у нас следующие шаги и следующий этап. Мы все-таки очень стремительно шагаем вперед. Поэтому не хочется вас пугать, не хочется сказать, что спешите, спешите, но в то же самое время не спите, не пропускайте это время. Десятый этап уже очень реальный, реальные дисконты, реальные соотношения, и чем дальше, вы же понимаете, тем сложнее у клиента создать свой серьезный портфель именно для тех, для своих целей и реализации, почему вообще он приходит в проект. Не только потому, что хочет с какой-то определенной суммой поддержать проект. Естественно, у человека есть свои желания, свое видение, свои мечты и свои планы на будущее. Он их может реализовать через проект Skyway. Поэтому не задерживаемся в предложениях десятого этапа. Мы знаем, что одиннадцатый буквально наступает нам на пятку. Он придет как всегда неожиданно. и спешим использовать то самое лучшее. Берем новые инструменты, оставляем инструменты восьмого и девятого этапа дома, на полочках, а в рабочих портфелях берем новые инструменты и идем вперед. Идем к результатам своим и предлагаем клиентам самое лучшее. пускай у нас все удается. Расцветают наши команды, расцветают наши портфели и этим радуемся мы сами и в хорошем настроении продолжаем работу в прекрасной команде. Еще раз акцент на команде. Дорогие, в одиночке ничего не сделать. Работаем в командах в своих городах, в своих странах, едем к соседям, едем к друзьям, формируем тандемы, рабочие тандемы, помогаем друг другу все выигрыши. Прекрасного настроения, серьезных результатов, не спим, готовимся к серьезным мероприятиям. Если есть вопросы, задаете я еще несколько минут. В комнате буду вам отвечать. Если вопросов нет, изучаем документы. В документах у нас очень много чего сказано. Сперва читаем соглашение между собой и компанией, как инвестор, читаем меморандум, ищем ответы на нам незнакомые вопросы. Они именно в этих документах и документы в ваших кабинетах, и при том на несколько языках. Все нам доступно. Изучив это, мы становимся более уверенными и уже другими шагами двигаемся вперед. Ну, а в целом ждем новые новости. Мы знаем, что у компании было очень много мероприятий, очень много поездок, и ждем возвращения наших ведущих лидеров компаний обратно домой и ждем с новостями. я думаю, что новости нас всех обрадуют. Поэтому с таким хорошим настроением сегодня расстаемся для того, чтобы скоро-скоро опять встретиться. Всего хорошего! следующая 17 000 00 00 00 00 Продолжение следует...